Субтитры делал DimaTorzok Выбор между жизнью и смертью. Парень, когда бомбят города, вот то, что у тебя бизнес, вообще неинтересно. Мне кажется, вы очень жёстко судите людей. Я бы сам их готов был пристрелить. Если просто, они всё украли? Ужас и кошмар. Ужас и кошмар. А что с этим можно сделать? Им холодильник, ну или теперь, как говорят, рефрижератор, должен ногу прищемить больнее. А вот сила – это что? Сила – это насилие. Свобода или справедливость? Свобода. Михаил Борисович, а почему, как вы считаете, вообще Путин начал эту войну? Я не хочу, чтобы это прозвучало, как оправдание Путина, но это ковид-19. В смысле? Изоляция? Изоляция, изоляция. В процессе этой изоляции он сократил количество своих внешних контактов, так как у него оно бы сократилось, когда бы он дожил лет до восьмидесяти. И при вот этом сокращенном количестве контактов, та информация, которую он получал, она была сильно лимитирована. Я считаю, что здесь господин Ковальчук и господин Шойгу, в меньшей степени, конечно, сыграли существенную роль, поддерживая у Путина ощущение, может быть, не имея ничего в виду, но поддерживая у Путина ощущение, что в Украине его встретят цветами. А ещё и обидел его Зеленский. Чем? Ну, Путин же считал, что Зеленский признаёт, что он, Путин, его Зеленского назначил. Ну, или помог ему избраться президентом Украины. Оказалось, что Зеленский, в общем-то, так не считает. А Путин разве помог Зеленскому избраться? Ну, Путин, во всяком случае, так полагал. Наверное, не препятствовал. Чем помог? Путин считает, что если он не препятствует, он уже помог. А тот вот так вот себя повёл, не подписался под Минском-2 и вообще всячески отказался. В общем, унизил его Путина. А его встречать должны с цветами. Да и опять объединитель земли русской. Ну, вот всё это вместе и привело к этому результату. И я, честно говоря, думал в апреле, когда было уже ясно, что никаких цветов и что... То, что он начал будет стоить десятки тысяч человеческих жизней. Вот если помните, там он должен был выступать, Путин. Это было я не помню. Это просто часто происходит достаточно? Ну, в тот момент ещё не часто. Все ждали его выступления. А когда собрали снова парламент? Да, что-то вот такое. И у меня было ощущение, ну, вот он понял, что это просто массовое убийство сейчас будет. И он отыграет назад, он остановит. Ну, просто потому что, ну, нельзя же так-то. Ну, так-то уже нельзя? А нет, можно. Можно. А вы в прошлых интервью, я специально несколько раз прослушал, вы говорили, что Путин, во-первых, человек рациональный. Вы считали, что он рациональный. Вы считали, что он склонен к гуманным поступкам. Это не прямая цитата, но склонен. Вы сказали, у него есть сердце. Что он умеет подбирать людей. Отличный кадровик. И Россия не является для Путина чем-то, ради чего он готов умереть. Вы вообще не ошиблись в своих оценках? Всё-таки давайте мы будем смотреть на человека, как на меняющуюся сущность. Я понимаю, что, наверное, после 40 мы меняемся уже не так сильно. Но, тем не менее, меняемся. И Путин за прошедшие 20 лет изменился существенным образом. Он, например, где-то до 2010 года был очень прагматичен. А потом он стал себе позволять эмоциональность. И сейчас я уже не могу сказать, что он многие шаги делает исключительно из прагматичных соображений. Там и эмоция тоже присутствует. Причём существенная часть, и с каждым разом всё более существенная часть эмоций. Что касается остальных историй, то я по-прежнему считаю, что Путин действительно хороший кадровик. Он хорошо подбирает людей. Другое дело, что если у тебя вся система управления построена на коррупции, это изначально было решение, то хорошие люди и люди некоррумпированные – это разные вещи. То есть ты ведь изначально подбирал коррумпированных людей. Но хорошие имеется в виду компетентные. Ты подбирал коррумпированных, компетентных людей. Вот из числа коррумпированных, верных, ты из них подбирал компетентных. тем. Ну, вот настолько компетентны, насколько можно. С учётом первых двух позиций. Вот это же не всегда совпадает. Вот. Но то, что они все... Для него же ключевой критерий – это верность. Верность не обязательно, потому что они верны ему идейно. Верны, потому что боятся. Верны, потому что жадны. Да? Я хотела попросить вас сделать прогноз. Знаете, вот как есть три развилки – налево пойдёшь, прямо пойдёшь, направо пойдёшь. Три варианта развития событий, три варианта развития войны в Украине, наиболее вероятных, с вашей точки зрения, на ближайшее время. Перемирие с фиксацией нынешнего положения, то есть южного коридора и части Луганской, Донецкой областей. Это ситуация, которую Путин продаст внутри страны, как победу. И, скорее всего, она всё равно вызовет недовольство национал-патриотического комьюнити, которое сейчас сложилось. и Путин будет вынужден через год начать войну заново. То есть это передышка? Это передышка. Второй вариант – это продолжение украинского наступления. Если оно не выдохнется, если американцы будут продолжать помогать вооружениям, и Украина выйдет на границы во всяком случае до 24 февраля, то это может быть передышкой, а может быть и победой, потому что в этом случае Путин может потерять власть. Вот реально. А знаете, загнанных лошадей пристреливают. Помните фильм был? Так вот, в данном случае это будет обозначать, что Путин больше не альфа-самец. И вероятность того, что его снесут, она будет существенная. Ещё более существенная она будет, если украинцам удастся отбить Крым. Ну и, наконец, третий вариант – если вдруг по тем или иным причинам помощь Украине будет остановлена, то Путин пойдёт на Киев, возьмёт Киев, возьмёт две трети Украины, экономическое положение в России при этом будет ухудшаться, потому что понятно, что эти две трети Украины будут не активом, а пассивом. и спустя какое-то время, я предполагаю, что год-два, Путину придётся опять начинать войну, ну просто для того, чтобы его самого не снесло то самое национал-патриотическое окружение. И в этом случае мы будем иметь столкновение с НАТО, так сказать, полноценное столкновение с НАТО, под эгидой того ультиматума, который Путин в своё время поставил. Если помните, в этом ультиматуме звучало НАТО на границе 1997 года. Вот. Так сказать, это был бы следующий шаг, если бы Украина сломалась. В смысле, это за Прибалтикой? Если бы Украина сломалась, это был бы следующий шаг. То, что Украина не сломалась, естественно, остановила реализацию этого ультиматума на более ранней ступени. А вероятности можете расставить? 50% за остановку на нынешних плюс-минус границах. 30% за то, что Украине удастся продвинуться дальше, существенно дальше, я имею в виду до 24 февраля. Я захватываю туда и за пределами 24-го границы 24-го февраля, вплоть до международно признанных границ с 91-го года, то есть включая Крым. И, наконец, 20% немаленькая вероятность, 20% что помощь Украине начнет уменьшаться. И тогда у Путина появится возможность захватить существенную часть Украины. Ну, или скорее в нынешнем составе, в нынешнем варианте развития событий поставить туда каких-то своих марионеток. А возможно ли это вообще? Ну, на штыках-то возможно. Если Украине перестанут помогать, то, конечно, это возможно. А почему Украине перестанут? Почему бы вдруг Запад перестал помогать? Ну, еще раз, вы же говорите про вероятность. Всяко может быть. Слушайте, как-то... С другой стороны, Илон Маск Твиттер купил. Да, Илон Маск... И Трамп вернулся туда. Илон Маск Твиттер купил. Ну, и Америка сегодня не на самом конечно называется. Тоже, только это же мы все считаем, что рецессия закончится осенью 23-го года в Америке. А если не закончится? А если американцы испугаются рецессии? А если Китай что-нибудь начнет? То есть вариантов очень много. развития событий, которые бы привели к тому, что помощь Украине была бы остановлена. Еще раз я говорю, вероятность этого небольшая, но говорить, что она в принципе отсутствует нельзя. Успешных людей и предпринимателей объединяет одна важная черта. Они очень внимательны к деталям и вникают во все, что происходит внутри компании. Поэтому им так важно найти человека, который сможет проанализировать и грамотно настроить все бизнес-процессы. Если есть толковый бизнес-аналитик, компания будет готова к кризису. Когда-то я сама искала такого человека и поняла, что очень трудно найти хорошего специалиста. Неудивительно, что в прошлом году спрос на бизнес-аналитиков вырос на 36%, а этим летом эта цифра стала еще выше. На ХРУ, например, такому специалисту готовы предложить от 130 тысяч рублей, а большинство вакансий удаленные, что в наше время большая ценность. Хороший бизнес-аналитик должен уметь принимать нестандартные решения, обладать развитым критическим мышлением, собирать информацию о компании и ее данных, ставить задачи и анализировать риски. Кроме того, это отличная возможность перейти в сферу IT без технического образования и сильного погружения в программирование. Звучит интересно и как минимум нескучно. Я вижу здесь отличную возможность для всех, кто давно хочет сменить профессию и заняться чем-то нетривиальным. В Академии Эдюсон вы можете пройти курс бизнес-аналитик за 6 месяцев и попробовать себя в новом деле уже во время обучения. Что ждет вас на курсе? 6 месяцев обучения это короче программы других школ. 20 бизнес-кейсов, которые моделируют большую часть рабочих задач, с которыми вам придется столкнуться в новой профессии. Поддержка куратора на год, который остается на связи по рабочим задачам даже после окончания обучения. Программа, которая построена на подробном анализе реальных вакансий и требований работодателя. И самое приятное помощь в трудоустройстве. Записывайтесь на курс уже сейчас и через полгода вы сможете начать менять свою жизнь. Ссылка в описании. Вот здесь есть такой все-таки момент. Ведь помогая снизить эту вероятность и разговаривая с Западом, вы тем самым по сути лоббируете, чтобы Украина обретала оружие, из которого убивают российских граждан. Слушайте... Вот как действует в другую сторону, понятно, вот будучи гражданкой России, я не хочу, чтобы мои налоги, у меня их уже практически нет, чтобы ничего убивало людей любой другой страны, и Украины в частности. Но когда стоит вопрос о том, чтобы кто-то поставлял ракеты, чтобы убивали граждан моей страны, я не знаю. Ну, это вам, так сказать, я вам не желаю этого опыта, но у меня достаточно было опыта, причем не только за 10 лет в тюрьме, но и до этого, когда я встречался с такими российскими гражданами, для умиротворения которых я бы не только бы платил бы налоги, и платил налоги для того, чтобы милиция обретала оружие, из которых этих граждан потом пристреливало, я бы сам готов был пристрелить. Я могу про одного такого замечательного гражданина рассказать. Надо заметить, что, к счастью, не я с ним сидел, с ним сидел непезызвестный Квачков, а вот после этого Квачкова перевели ко мне в камеру. на Чубайса покушался. Да, который, говорят, покушался на Чубайса. Значит, вот он сидел с этим маньяком. Этот маньяк, он так что делал? Он подходил на остановку, где стояли одинокие женщины, и без всяких разговоров бил их по голове битой. Ну, кого-то убил, ну, кто-то просто потерял сознание. А дальше он у них из сумочки забирал деньги. Ну, сколько денег было у женщины, которая стоит одна на остановке? Вот у него там семь, по-моему, эпизодов, да, три трупа, что ли, да, а иск девять тысяч. И Квачков мне потом рассказывал, я, говорит, у него спрашиваю, говорю, и тебе вот, ну, там, типа не обидно, но такой грех на душу взял, а всего девять тысяч рублей. А тот абсолютно в духе Раскольникова отвечает, а что, типа нормально. Вот после чего Квачков сказал местной администрации тюрьмы, что либо вы нас рассадите, либо утром вы здесь одного из нас живым найдете. После этого Квачков оказался в моей камере. Так что, когда мы говорим про наших, тех, кто перешел границу Украины с оружием в руках, те, кто идут убивать украинских граждан, для меня не наши. Перешел, ты бандит, ну значит тебя убьют, что поделать. Ну и с человеком в армию призвали. Ты для себя сделал выбор. Вот когда я для себя делал выбор, я пошел в тюрьму. У тебя тоже есть возможность пойти в тюрьму. Не хочешь, ну значит будь готов, что тебя тоже убьют. Ты под угрозой тюремного заключения пошел в бандиты. В вооруженные бандиты. Ты принял свое решение. Михаил Борисович, мне кажется, вы очень жестко судите людей, которые находятся под воздействием телевидения, которые просто не до конца осознают последствия, ну просто не осознают. И кстати, вы когда вы говорили это, не раз признавали, что если бы вы знали, что вы на 10 лет идете в тюрьму, может быть и... То есть вы не осознавали, что это настолько... Я был готов к тюрьме. Там на 10 лет, не на 10 лет, но я был готов к тюрьме. И у меня не стоял вопрос, у меня не стоял вопрос, что мне нужно пойти и ради того, чтобы остаться на свободе, убить ну просто ни в чем невиновного человека. Вот передо мной так вопрос, никто не ставил. Если бы так передо мной был поставлен вопрос, я бы ушел в тюрьму, даже не задумываясь, про какой срок речь идет. Ну вы себе представьте, вот вам дают в руки пистолет и говорят, знаешь что, либо ты идешь в тюрягу, либо подойди, вот там вот, женщина на улице, он идет, женщина, вот пойди и выстрели в голову. Я не всех меряю по себе, я точно не пойду стрелять женщину на улицу. А я того, кто пошел, считаю справедливым убивать. Ну это ваша позиция. Да, это моя позиция. Почему насилие, которое совершают другие страны, они его совершают, не оборачивается таким крахом в дурацкое слово опусканием, но спусканием на другую ступень? Ведь Китай практикует насилие и США практикуют насилие. Ну я бы сказал, что Китай все-таки практикует легализованное насилие внутри себя. Много было в Нью-Йорк Таймс, в разных других эсквайер репортажей о том вообще, как обходится с уйгурами. Слушайте, мир вообще не самое лучшее место. И Китай действительно нарушает права человека внутри себя, но это все-таки история предыдущей ступени. То есть нарушение прав человека это, конечно, плохо, но бомбежки городов это следующий уровень нарушения прав человека. Я бы скорее сказал, что тем примером, который бы вы могли привести, а я бы мог на него всерьез задуматься, это бомбежки Белграда. Он тоже. Но это частый риторический прием. это частый риторический прием, а он справедлив, потому что, на мой взгляд, бомбить города нельзя никогда. Просто нельзя никогда. То, за что мне в моей жизни стыдно, конечно, это то, что я не воспринял так бомбежки Грозного. Я тогда их так не воспринял. А надо было их именно так же воспринимать. А Немцов воспринял? Ну, Немцов оказался в этом смысле эмоционально намного лучше, чем я. А что бы вы сделали, если бы вы восприняли? Ну, я бы не молчал. Возможно, тогда бы ЮКОСа не было, но я бы не молчал. Смот, если вам бы не дали участвовать в приватизации? Ну, дали бы или не дали, во всяком случае, мне бы не дали бы успешно заниматься бизнесом. Так вот глобально? Думаю, да. Самый сложный для инвесторов вопрос в кризисное время – это куда вложить средства с минимальным риском и максимальной доходностью. Одно из интересных решений – краудлендинговая платформа JetLand. Она объединяет предпринимателей и частных инвесторов. Как это работает? Платформа агрегирует деньги инвесторов и предоставляет их в качестве кредитов малому бизнесу. То есть, по сути, это прямое кредитование бизнеса, только кредитором выступает не банк, а физическое лицо, например, вы. Стать заемщиком может только проверенный бизнес. Чтобы попасть на платформу, компании отбираются по множеству параметров. А инвестор, в свою очередь, может распределить свой портфель по сотням компаний, тем самым сведя риски к минимуму. Если вы никогда не занимались инвестированием и не знаете, с чего начать, в своем кабинете на сайте платформы, вы можете настроить режим автоинвестирования. Тогда система автоматически распределит ваши денежные средства в соответствии с уровнями рисков и сроками инвестиций. Или же вы можете просто выбрать одну из уже готовых стратегий. В отличие от фондового рынка, краудлендинг сегодня показывает себя как более надежный инструмент, где заявленная доходность соответствует ожиданиям. Например, доходность инвесторов за год инвестирования с ноября 21 по ноябрь 22 года составляет 19,4%. А это значит, что если бы вы начали инвестировать вместе с JetLand год назад, то вы бы заработали этот процент к своему капиталу. Например, из 100 тысяч рублей получилось бы 119 тысяч 400. Начните инвестировать уже сегодня. Получайте чистую доходность значительно выше депозита и облигаций. Если вы тоже хотите диверсифицировать свои вложения и попробовать краудлендинг, переходите на JetLand по ссылке в описании. Она позволяет получить вам бонус в размере дополнительных 7% доходности на первую сумму пополнения. Ссылка действует 7 дней. Вы были 10 лет, ну, можно сказать, политзаключенным номер один в России. И я должна сказать, что практически не было какого-то значимого мероприятия с участием Путина, где кто-нибудь ему не говорил. Когда вы уже выпустите Ходорковского? Ну, Владимир Владимирович, нет, серьезно, я один раз была на такой встрече, приватной, но она была очень давно, поэтому уже можно рассказать. Там главный редактор уже выпили хорошо. И, по-моему, Римчуков. Он, ну, каждую встречу спрашивали. Ну, тут Римчуков уже говорит, Владимир Владимирович, пора бы уже Ходорковского-то. Ну, я имею в виду, что все там... Сейчас политзаключенный номер один очевидно Навальный. Конечно. Я думаю, что таких разговоров уже нет. Ну, тогда мы же с вами обсуждали, что человек меняется за свою жизнь. И Путин, конечно, изменился. И люди тогда могли себе позволить, во-первых, обратиться к Путину с напоминанием обо мне, а во-вторых... Ты бы за это не сажали. За это не сажали. А во-вторых, они понимали, что в конечном итоге вода камень точит, и что-то с помощью этого можно добиться. Во всяком случае, можно добиться, чтобы я оставался в тюрьме живым. Надо заметить... То есть напоминать все время? Да, да. Именно поэтому я, к слову, сегодня считаю абсолютно правильным напоминать, несмотря на то, что Путин изменился, и вряд ли можно как-то улучшить судьбу нынешних политзаключенных, но я считаю абсолютно правильным даже сейчас, даже такому Путину, как он есть, напоминать о Навальном, напоминать о других политзаключенных, потому что это помогает им оставаться живыми в тех местах, где они находятся. Вы, наверное, следите, да, за новостной ситуацией? Ну, там, мы разговариваем в тот день, когда Алексей написал смешной, но на самом деле ужасный пост про зимние ботинки. Он смешной, он написан, как всегда, легко, по-блогерски, но вообще он ужасен, потому что в России-то зима, а ботинок зимних нет, а, в принципе, можно простудиться и дальше заболеть и умереть. С вашей точки зрения сейчас режим просто ужесточил, да, я так понимаю? То есть у вас так или так же и было? Нет, все так же и было, и, так сказать, может быть, сейчас в этом смысле Алексею чуть повезло, ну, настолько, насколько может повезти в таких ситуациях. Его отправили в ПКТ, в ПКТ это не так критично. А что такое ПКТ? Это крытая тюрьма на территории помещения камерного типа, на территории лагеря. и это то место, где людей выводят на улицу на час в день, как правило. Во всяком случае, в наших, в тех лагерях, в которых я был, было именно так. С ПКТ выводили на улицу из камеры на час в день. Час в день действительно можно простоять и в ботинках, как мы называли, на рыбьем меху. Вот. А когда ты в основном лагере, то ты на улице находишься там 12 часов в день. И это может быть сильно неприятно. Действительно. А 12 часов в день что там происходит? Построение, работа на промышленной зоне, марширование от столовой до барака и от барака до столовой. Ну и так далее. То есть тебя найдут, чем развлекать. То есть вот вас так развлекали? Ну, это не только меня, это всех так развлекали. Всех так развлекали? Я не могу сказать, что я... То есть у вас там специальный... Что я какой-то там особенный был. Да нет, меня как раз встраивали, как раз вот меня пытались встроить в эту общую массу. И, собственно говоря, борьба со мной заключалась путем встраивания меня вот в эту общую массу, чтобы я никак не выделялся. Вот написал какой-нибудь там эссе, да, выделился из общей массы, поехал в ШИЗО. А так в целом лучше у нас нет. А так в общей массе. Михаил Борисович, вот вы... Я про это уже говорила, вы несколько раз говорили, что если бы вы знали, что там не 4, не 3 года, не 5, а 10, то вы бы подумали крепко возвращаться или нет в Россию. То есть у вас была возможность не возвращаться? Да, я бы подумал, конечно. Ну вот если бы сказали 10 лет. Ну не знаю, ну что мы сейчас обсуждаем меня 40-летнего? Да, мне уже почти 60. Ну потому что точно такая же ситуация повторилась спустя 18-17 лет с Алексеем Навальным. То есть он практически наверняка ехал в тюрьму из Германии. Вы понимаете, почему он это сделал? У меня есть некоторые предположения, но я не хочу их высказывать. я считаю, что Алексей сейчас достойно ведет себя как политзаключенный. И то, что у нас было до, и то, что возможно у нас будет после, с точки зрения критики шагов друг друга и восприятия будущего России под тем или иным углом, это не имеет никакого отношения вот к сегодняшнему состоянию. Сегодня он политзаключенный, который достойно несет свой крест вместе там еще с целым рядом знакомых мне людей, которые тоже вынуждены этот крест сегодня нести. Я их полностью поддерживаю, и по каким бы причинам он не принял решение вернуться, это уже не важно. А давайте я выскажу предположение, если оно совпадет, вы скажете да, совпало. Давайте попробуем. Ну, тем самым как бы Алексей мог хотеть показать, что он политик номер один и делает свое дело всерьез. Политик в России. Может быть, и так. Ну, вы-то это имели в виду? Нет, я имел в виду другое. Илья Яшин тоже в такой же ситуации. Ну, у него, наверное, была возможность уехать, он не был за границей, он был в Москве. И тоже в какой-то момент в общем, это было очень видно со стороны, что это произойдет, что он окажется в тюрьме. А еще Владимир Карамурзан, который поехал. А еще Андрей Пивоваров, которому 10 раз сказали «уезжай». Ну, вы считаете, что все-таки люди должны оставаться в России и продолжать бороться в России? Или нужно уезжать за пределы России и как бы наносить пользу извне? Если ты хочешь обращаться к людям, да, то ты можешь это делать на сегодняшний день только и за границей. Если ты хочешь вести организационную работу, ты можешь это делать только находясь за границей. Если же ты хочешь заниматься реально подпольной работой по саботажу, по организации саботажа, по сбору информации, ну, и тому подобного, то, конечно, это можно делать только в России, но тогда тебя никто не должен знать, потому что, если тебя знают, то ты тут же окажешься в тюрьме. И здесь очень важна именно коммуникация, когда есть те люди, которые имеют возможность обращаться, и те люди, которые имеют возможность, а, собирать информацию, б, заниматься некими практическими действиями. Вот сегодня это ещё раз хочу сказать. Здесь нельзя сказать, что лучше. Это две стороны одной миндали. Но это такой, скажем так, рационалистический подход. Это рационалистический подход. Но разве не имеет значения какой-то, особенно в политической деятельности, символизм поступок, сила поступка, сила убеждения, сила личного примера? Наверняка. Наверняка, конечно, это имеет существенное значение. И если реально смена режима, то есть, не просто смена фамилии Путина, а реально смена режима произойдёт в ближайшие пять лет, может быть, даже десять, то те люди, которые сегодня находятся в путинских застенках, имеют существенный шанс играть большое, оказывать большое влияние на то, что будет происходить после этого в России. людей. Если реальная смена режима произойдёт позже, то... В смысле, общество привыкнет? Я бы сказал бы по-другому. Для этих людей будет очень тяжело уже вернуться в игру. Что вы имеете в виду? Время меняется, аудитория меняется, люди меняются, ты внутри себя меняешься. В 40 лет я был одним человеком, в 50 я был другим, в 60 я третий. Вы написали книгу сейчас, которая называется «Как убить дракона». Хорошее название, но Шварц. Да-да-да, и оно главное, что сразу очень точно показывает аудиторию, на которую я ориентируюсь. В вашей книге вы описываете... Ну, вы не описываете этот сценарий, но вы подталкиваете к сценарию, скажем так, от мирного протеста к силовому. Что вы имеете в виду? Я бы не сказал, что я подталкиваю, я просто говорю, что это неизбежность. То есть, на сегодняшний день реальная смена режима возможна только в условиях насилия либо угрозы применения насилия, потому власть настолько в общем готова стрелять, что и настолько она на сегодняшний день уже насовершала преступление, что в результате в общем сильно маловероятно, что они избегнут преследования. В такой ситуации вероятность передачи власти «Ну просто классно, ребята, какие вы классные, давайте мы вам власть передадим». Возможно, была бы только в той ситуации, если была бы некая фигура, институция, как, например, в Испании, когда там король был, которая могла гарантировать условия вот этой вот самой мирной передачи власти. В России такая фигура или такая институция не проглядывается. У нас гарантом никто не может выступать. Это означает, гарантом чего? Безопасности для уходящего президента? Гарантом безопасности для уходящей элиты, я бы сказал. И это означает, что тот выбор, который элита будет делать, она будет делать выбор между жизнью и смертью. И в этом случае, делая этот выбор, она может его сделать в том, чтобы выбрать всё-таки жизнь. вы знаете, просто я, честно говоря, не вижу никакой силы в России сейчас, которая бы могла каким-то образом, я имею в виду, не во власти, а среди, так сказать, обычных людей или политических активистов, известных нам с вами, возглавить вообще не то, что революционный, так сказать, какой-то, а вполне мирный протест. Да и люди, в принципе, понимают цены, вы же тоже, цену, вы тоже об этом говорили, понимают цену любого действия против власти, что цена это очень высока. Вот вы классно ответили на незаданный вами мне вопрос, почему я сказал, что вот если 5-10 лет, то они выиграли, а если больше, то они проиграли, когда мы говорили о политзаключённых. Вы бы меня не спросили, а почему я такие беру длинные сроки? Здесь вот куча народу считает, что там год-два. Я говорю, может быть, но маловероятно, потому что нет субъективного фактора. А через год-два, у меня просто и нет мысли, что через год-два что-то случится. Ну, у меня есть надежды, да, ведь, так сказать, я оптимист по жизни. Вот, я говорю, что очень может быть, что там Путин в 2024 году будет вынужден уйти, и тогда те, кто после него, долго власть не удержат, потому что вот тогда начнётся вот это вот самое политическое брожение и раскол в верхах. И поэтому у меня есть надежда, что к 2026 году режим может поменяться. Но если этого не произойдёт, то он может продержаться достаточно долго. И критическим фактором здесь является вопрос военного поражения от Украины, потому что если военное поражение от Украины будет, то режим окажется зажат между привычной ему демократической оппозицией и оппозицией национал-патриотической. И эта самая вот эта вилка, в которой режим окажется, она для него может оказаться действительно смертельной. А вокруг чего он расколется? Вокруг следующего пути или вокруг денег? Слушай, там вариантов очень много, и, наверное, их перечислять смысла нет. Но базовый, конечно, будет раскол по вопросу, а кто из нас останется на вершине пирамиды в конечном итоге? Это будут либо деньги, либо оружие, либо еще что-то. Но кто останется выигравшим, а кто будет проигравшим? Раскол всегда происходит вокруг этого. Ну, возможно, Путин позаботится об этом, выбрав преемника? Мы опять возвращаемся к той же истории. для того, чтобы преемник стал преемником, за ним что-то должно стоять. Просто поменять на своем месте, назначив другого человека, ну, это такое упражнение, непростое. Возможно оно? Теоретически возможно. Я считаю, что оно просто маловероятно. Я не говорю, что оно невозможно. Я говорю, что оно маловероятно. При этом консолидирующая линия этого новой конструкции, она будет в том же направлении. Это один из плохих вариантов развития событий, когда все меняется, но ничего не меняется в целом. И именно в этот момент демократическая оппозиция, если она будет иметь возможность, она должна будет наносить свой удар, потому что именно этот момент является той самой точкой ослабления режима, просто потому что внутри него будет в этот момент разлом. Как вы считаете, если ваш вариант развития событий выигрывает, какую роль в этом и сможет ли сыграть Алексей Навальный как очевидный лидер, во всяком случае, до последнего времени оппозиции? И как при этом возможен переход от вертикально управляемой страны в парламентскую республику? Я очень рад, что Алексей Навальный высказался про парламентскую модель как более привлекательную, потому что это, так сказать, ситуация, вокруг которой у нас, в общем, с ним шла основная дискуссия до этого момента. сейчас речь пойдет о том, что реальными акторами будут выступать помимо демократической оппозиции, которую, окей, может возглавить Навальный или может не возглавить Навальный, но, во всяком случае, между демократической оппозицией, между национал-патриотической оппозицией, между бюрократией, которая будет играть собственную игру. Кстати, она вообще не принимает Навальную бюрократию. Это третья сила. И, наконец, регионы. На сегодняшний день в той ситуации банкротства, я имею в виду общественно-политического банкротства федерального центра, регионы, конечно, будут играть существенную роль. Не все регионы, понятно, но такие регионы, как Москва, как Санкт-Петербург, как Екатеринбург, как Юг, я уж не знаю, кто там будет, Краснодар, Ставрополь или Ростов, регионы будут играть очень существенную роль. Они обретут субъектность, просто потому, что у них в руках будет та самая вооруженная сила, пускай не такая масштабная, но достаточная для того, чтобы играть существенную роль. И вот в рамках вот этой многовекторного противостояния и будет решаться вопрос о власти. Потому что решить этот вопрос о власти путем круглого стола, как это было в Испании, я еще раз говорю, я боюсь, что это будет нелегко в отсутствии гаранта, потому что никто не даст гарантию Ковальчуку, что он останется при своих. и что, Ковальчук будет готов уйти? Никто не не даст гарантии какому-нибудь Суровикину, что он останется при своих после того, что он сделал. Никто не даст гарантии какому-нибудь Колокольцеву, Патрушеву. Вот никто им не даст гарантии, что они останутся при своих. Они что, будут стоять молчать? Я думаю, что они будут участвовать в этом, так сказать, процессе. А какой у них будет аргумент участия в этом процессе? Просто власть у них. За нами сила. А с какого беса они будут с кем-нибудь разговаривать? Могут и не разговаривать. Тогда, если они не будут разговаривать, значит, у нас все будет по-прежнему. Значит, разговаривать они будут с теми, кто скажет, за нами тоже сила. А вот сила это что? Сила это насилие. Или, может быть, просто голоса избирателей? А до голосов избирателей дожить надо. Ну, подождите, вот все-таки как бы поддержка, общественная поддержка. Никого не интересует. Ну, мне кажется, вы смотрите на пример Беларуси, но кроме Беларуси были и другие примеры. не было ни одного примера вот в нашей жизни, когда безоружные люди, не имея в виду никакой вооруженной силы, стоящей у них за спиной, каким-либо образом меняли авторитарную власть. Вот если мы возьмем, например, такой небезызвестный пример, как Чили, да, то мы прекрасно понимаем, что тот аргумент, который был для Пиночета, для того, чтобы все-таки признать итоги выборов, были Соединенные Штаты. Аргумент. Конечно, аргумент. Так сказать, для когда происходила арабская весна в том же Египте, там была армия, которая занимала ту или иную позицию. Ну, армия, это и люди, и... Я понимаю, но это была вооруженная сила, о которой... Либо ты ее переагид... Когда мы говорим про вооруженную силу, мы же не говорим, что обязательно, так сказать, вы должны взять в руки автомат. Вы так это описываете, что выглядит, что придет армия, солдат встанет под, не знаю, куда там она, под болотную площадь, и там будет, так сказать... я описываю по-другому. Я все время насилия, когда я говорю о том, что армия готова поддержать вот такое развитие событий, и люди понимают, что армия готова поддержать именно такое... Ну, силовики, как говорится. Нет силовиков в этот момент как единое целое. Если есть силовики как единое целое, то никакого смены режима не происходит. Ну, допустим, они там, у них разные, у армии одна, а у ФСБ другая. Вот если армия, ФСБ и все остальные принимают решение не принимать участие, вот они говорят, а мы... Разбирайтесь сами. Разбирайтесь сами. То в этом случае существенную роль будут играть такие замечательные люди, как господин Пригожин, у которых в руках каких-нибудь там, я не знаю, 7-10-20 тысяч вооруженных людей, и которые, конечно, не играют никакой роли в ситуации, когда реальные силовые структуры занимаются своим делом. Но в тот момент, когда они говорят, опа, мы, так сказать, не при делах, то вот эти вот 7-20 тысяч людей Пригожина играют роль. Те люди, которые, возможно, будут оппонировать Пригожину из числа мобилизованных, они играют роль. Те несколько полков, может быть, Росгвардии, которые скажут, а мы будем принимать участие, они играют роль. И вот это будет тот самый расклад. И это совершенно не обязательно, чтобы они начали стрелять друг в друга. Это самый худший вариант развития событий, потому что, когда они начнут, когда и если они начнут стрелять друг в друга, то в этом случае следующий режим не будет. То, что гражданская война, она в любом случае будет горячей или холодной. Она сейчас идет, у нас на самом деле горячая, холодная гражданская война. Но если вопрос дойдет до массового применения насилия, то следующий режим будет недемократическим, он будет опять авторитарным по определению. Нет-нет, я думаю, что будет более умеренный вариант, более плавный. А что такое плавный? Плавный – это значит, все остается как есть. Да, все остается как есть. И, так сказать, тогда есть такая страна, Аргентина, которая на протяжении 70 лет… Нормальная страна? Да, ну, она стала нормальной через почти 100 лет. А так она с третьей экономики мира уперла вообще в болото, и в этом болоте 70 лет просидела со сменяющимися диктаторами. Да, такое тоже возможно. Такое только тоже возможно, но у Аргентины не было такой ситуации, которая есть у России, с учетом наших соседей. Я думаю, что в этом случае Россию разорвет на куски, и это будет очень печально. А, кстати, вот что это за разрыв на куски, о котором все говорят? Ну, вы понимаете, в ситуации, когда вот такое вот идет ухудшение экономической ситуации, ослабление федерального центра неизбежное под влиянием санкций идет неизбежное ослабление федерального центра со временем, ну, в том числе за счет просто технологической отставания, технологического отставания, то возникают регионы, до которых у федерального центра просто руки не дотягиваются. С дальнего востока? Дальний восток, Татарстан, к слову, только Северный Кавказ, как таковой, да, еще много кто может быть, кто-то может опереться на соседей, на других соседей. Развал страны возможен и достаточно печальный. Я считаю, что это то, чего все хотели бы избежать, но вариант Аргентины, я думаю, что нам не грозит. насчет развала России, но даже в момент самой низкой исторической точки, наверное, самого слабого государства, это 92-93 год, Россия не распалась. В тот момент было не... Во-первых, была еще очень большая инерция, во-первых. Во-вторых, было серьезное понимание всех негативных последствий, которые могут быть. И если бы вот эта вот ситуация неразберихи продолжалась бы более протяженное время, я приведу пример на той отрасли, в которой я, в общем, лучше всего разбираюсь, и которая для России на тот момент играла существенную роль. Возьмем нефтянку, да, вот было там производство в России порядка 500 миллионов тонн. Потом после... 300 осталось или потом. 290 или даже 260, да, значит, в нижней точке. И если бы красные директоры остались на своих местах, то мы бы к 97-му году закупали бы нефтепродукты за границей. Причем массово, не какие-то отдельные виды топлива, а просто бы закупали бы ее за границей. Почему? Ну, потому что я могу подробно рассказать... Ну, они в смысле, если просто, они все украли? Они не украли, они просто, они никогда не были руководителями предприятий, они всегда были начальниками цехов. Их предприятие, Министерство нефтедбывающей и нефтепрорабатывающей промышленности, оно рухнуло вместе с Советским Союзом. Те люди, которые должны были встать на это место, встать туда не смогли. Ну, просто им таланту не хватило. Компетенции. Компетенции не хватило. И все это посыпалось. Там в нефтянке, как, видимо, и во многих других отраслях, существуют критические точки. Если производство падает ниже этих критических точек, то по целому ряду технологических причин дальнейший обвал уже идет, что называется, стремительным домкратом. его остановить очень тяжело. И вот мы провалились ниже этой критической точки. Вот эта критическая точка была где-то на уровне 300-350 миллионов тонн добычи. Вот мы провалились ниже. И подхватить это удалось чудом. В том числе благодаря той самой Сибнефти, которую, так сказать, получил Абрамович. мы можем про него много чего говорить, но они свою работу сделали, они вот это падение остановили, а потом обратили вспять. А почему государство не могло поставить компетентных руководителей и поддержать эту собственность до той поры, пока она не подорожает? Если бы государство могло ставить компетентных руководителей, которые бы эффективно руководили своими порученными участками, то мы бы с вами жили бы при коммунизме. Ну, нет, мы жили бы просто... Нет, точно при коммунизме. Вы рыночные возможности? это никакая не рыночная. Если государство ставит менеджеров и ставит их успешно, а они работают, то это не рыночная, это административная командная экономика, но более эффективная, чем она на самом деле была. Ну, подождите. Вот существует Сбербанк Российской Федерации. Вот произошли преобразования. Ну, Сбербанк принадлежит контрольный пакет Центробанку. Да. Ну, и что плохого? Что на государство назначило своего менеджера? Он эффективно справился, нашелся. Мы не знаем с вами, насколько он эффективно справился, и узнаем это спустя годы после того, как вот эти вот менеджеры уйдут, и можно будет посмотреть, что там на самом деле с балансом. Я думаю, что вас ждет целый ряд неожиданностей. То есть, в принципе, вы считаете, что невозможно эффективно управлять предприятием, который находится, контрольный пакет, который находится в госсобственности? Я считаю, что государство нерыночные механизмы не позволяют эффективно вести хозяйство. А в чем тут нерыночность, если они работают как коммерческие предприятия? То есть, возьмем какой-нибудь BP, там нет крупных акционеров, они голосуют, выбирают какого-то человека, одного, условного Боба Дадли. Кто сказал, что вот эти разрозненные акционеры выберут обязательно суперкомпетентного человека? они, скорее всего, будут вообще исходить из максимизации своих дивидендов. Вот уж не думал, что мне вам придется это рассказывать. Ну, вы прямо вот меня... Ну, просто в корпоративном мире неэффективности просто огромное количество. Значит, Сбербанк может обанкротиться? Теоретически все возможно. А практически нет. Практически нет. У Сбербанка может быть конкурентом. Ну, вот британские железные дороги, насколько я помню... мы про Сбербанк. Вы именно про российские. Что это именно в России невозможно. Конкретно про российский Сбербанк. Значит, не может. Сбербанк является монополистом. Не стопроцентным. Да, он является... Но монополист у нас считается в том случае, если он более 30% рынка держит. Значит, Сбербанк является монополистом. Причем государственным монополистом. То есть, чью монополию поддерживает государство. В той или иной форме поддерживает. Вот как только возникает монополия, в этот самый момент пропадает эффективность. Вот в этой стране, в Великобритании, есть такие компании, которые предоставляют услуги ЖКХ. вот эти компании, они являются государственными монополистами. Есть НЧС, который предоставляет медицинские услуги, который тоже является государственным монополистом. Вот ужас и кошмар. Ужас и кошмар. Как только ты выстраиваешься под рынок, все тут же начинает работать. Вот сразу начинает работать. И это проверено многократно. Другое дело, что существуют разные технологии. Он существует, Южная Корея, которая внутри достаточно маленькая. Только я вам хотела сказать про Самсунг. Да, совершенно верно. Существует Южная Корея, которая внутри себя достаточно маленькая для того, чтобы не иметь возможности создавать конкуренции внутри страны. Что они делают, Южная Корея, в свое время, когда вот эти чеболи начали создаваться, среди которых Самсунг? Они ставят ограничения для чеболи нижнюю границу того, что они могут поставлять на экспорт. Таким образом, они выпихивают чеболи в международную конкуренцию, полностью открывая рынок. И за счет этого они создают внешнюю конкуренцию. И под влиянием внешней конкуренции Самсунг становится Самсунгом. То есть Самсунг вынужден конкурировать с Эппл, а то, что у него внутри никого нет, это ерунда. Это ерунда. Это ерунда, потому что ему запрещено поставлять на внутренний рынок больше, чем определенную долю. Остальное изволь продавать во внешнем контуре. Это совершенно другая история. То есть Сбербанку нужно конкурировать в Турции. То есть условно говоря, если бы Сбербанку было сказано... Сейчас это невозможно, но... У тебя в России 10% отделений, а 90% отделений у тебя за пределами России, и изволь работать в этой ситуации. Но надо сказать, что частные банки отъедали у Сбербанка очень существенно за счет просто своего... Я не знаю, как ситуация сейчас обстоит, но буквально полгода назад, до 10 месяцев до начала войны, конечно, снижался... Давайте не будем рассматривать вот эту историю, потому что рынок финансовых услуг в России в значительной степени является кормушкой ФСБ, и я не могу сказать, в какой части конкуренция, которая имела место быть, она имела реальность, да, или это была конкуренция между различными подразделениями ФСБ, которые крышевали те или иные части. А что именно они крышевали? Ну, заходили они в систему через Абнал. Вот это был рынок ФСБшный. А дальше, так сказать, он абсолютно ими контролировался. Вы сейчас говорите о топ-10 или о там... Весь Абнал, который был в России. Нет, о топ-10 банков или о нижнем сегменте? Я говорю обо всех банках. Обо всех. Вот весь Абнал контролировался ФСБ. Весь Абнал контролировался ФСБ. Вот занимается банк Абналом, значит, ФСБ. Ну а вы хотите сказать, что Набиулина тоже в теме это получается? Конечно. Рынок просто монополизированный был ФСБ. Просто монополизированный. А Набиулина, конечно, в теме. Другое дело, я не знаю, она с этого имеет или она просто, что называется... Blind eyes? Да, да, да. Этого я, конечно, сказать не могу, но я к ней очень хорошо относился. Буквально год назад вы называли ее профессионалом. А я ее считаю профессионалом, потому что я считаю, что она сегодня откровенно встала на службу дьяволу, и вы себе не представляете. Почему, как вы думаете? Нам производят впечатление очень порядочного человека. я не знаю, почему это случилось, почему человек принимает решение личные взаимоотношения с Путиным ставить... Какие личные взаимоотношения? Ну, я не имею в виду в данном случае ничего. Какие-то АПР, просто, хорошие отношения. Это просто личные взаимоотношения, когда вот, ну, так сказать, человек, которому она верит, которому она служит и так далее, почему она считает необходимы вот эти личные взаимоотношения ставить... Ну, она не так рассуждает, как я понимаю. Она не дает большинству россиян как бы скатиться в пропасть финансового безвремени. То есть, она избегает ситуации, чем хуже, тем лучше. Это, в принципе, призыв большевиков. Чем хуже, тем лучше. Но это же вопрос. Ради революционной, так сказать, победы можно жертвовать? Не знаю. Ну, вопрос очень простой. Концлагеря в Германии, они, в общем, помогали значительному количеству немцев жить лучше. Мне кажется, в России даже не идет речь о том, чтобы лучше. Я имею в виду лучше, чем могло быть. У них могло быть совсем плохо, а за счет концлагерей несколько лучше. Ну, ЦБ – это не концлагерь. Ну, ЦБ – это не концлагерь, но ЦБ играет роль той структуры, которая на сегодняшний день помогает Путину вести войну. Значит, я не признаю сейчас ситуацию, вот вы сказали, что я говорю жестко, я не признаю сегодня ситуации, при которой говорят, что потеря работы человеком, я имею в виду, обычным россиянином, проблемы с питанием, да, что это оправдание чему бы то ни было. Нет, в условиях бомбардировки городов мне кажется, вот эти вот самые лишения, они не несут существенную, они не играют существенную роль. Это не может рассматриваться как оправдание работы на этот режим. Почему Кудрин и Грев продолжают работать? Я знаю, что вы были идеологическими противниками. Ну, у нас с Кудрином у нас не было идеологического оппонирования, потому что мы в общем в экономическом смысле были единомышленниками. Другое дело, что он не пришел в суд. Я понимаю, что это ни на что не повлияло, но ведь когда меня обвиняли в уклонении от налогов, да? Он был министром. Он был министром, и я лично ему, я лично Кудрину докладывал про все схемы и согласовывал масштабы этих схем. Лично я лично Кудрину. То есть вот эти холдинговые структуры, он про них знал? Лично я лично ему докладывал. И это ровно то, что я хотел спросить в суде. Я признавал и признаю, что государство может менять свои точки зрения на допустимые или недопустимые способы налогообложения. Вот сегодня я считаю так, уходы от налогообложения, а завтра я считаю по-другому. В принципе, потом эту практику прикрыли. Да, но вы не можете, разница между преступным и неприступным заключается в следующем. Либо вы скрываете этот факт от соответствующих органов, либо вы его не скрываете. Если вы не скрываете, я как государство могу пересмотреть подход к налогообложению, но я не могу сказать, что вы совершили преступление. Так вот, я как на тот момент второй налогоплательщик страны, второй, первый был Газпром, лично приходил к Кудрину и лично ему рассказывал. И лично мне Кудрин говорил, что поскольку вы в Мордовию загнали больше денег, то я ему в этом полугодии дам меньше трансфера. То есть это было вообще согласовано на высшем уровне? Абсолютно. Абсолютно. У нас был показатель, какую долю от выручки я должен заплатить в виде налогов. У меня там было то ли 32, то ли 34%. И вот это сверяли. Вот это сверяли. У меня каждый квартал мы приходили к Смирнову, там Смирнов в то время был госналогслужбой, и просто конкретно сверяли по всем компаниям, сколько суммарно мы налогов заплатили. Думаете, вот он смолодушничал прийти на суд? Я думаю, что он выбрал команду? Выбрал, да, на чьей стороне. Ну, мне это показалось не очень правильно. Но я был готов с этим смириться. Вот с этим я был готов смириться. Я не требую от каждого человека, чтобы он был героем в обычной жизни. Началась война. Ты не ушел? Не надо объяснять, почему. Ты враг. Огрев. Враг. Участие бизнеса, неважно, созданного в 90-е, в 2000-е, с каким ресурсом и так далее, участие бизнеса в экономической политике делает бизнес ответственным за действия режима в широком смысле, за военные действия? Хороший вопрос. На самом деле на него нету вот такого строго определенного ответа, когда бы любой человек мог бы посмотреть и с первого взгляда сказать да или нет. Понятно, что до какого-то момента каждый человек его сам чувствует по себе, люди склонны идти на компромиссы. Ну вот я вижу, что Путин сделал в ситуации с лодкой Курск, да, ну вот какую позицию он занял. Но тем не менее я готов это проглотить. Мне как-то человеку не нравится, но у меня бизнес. Но у меня бизнес, я готов это проглотить. Вы, кстати, были готовы? Ну видите, я же проглотил тогда. Я проглотил. Как-то себя убедил, уговорил. А что могли бы сделать? А я сейчас до этого доберусь. Значит, дальше происходит что-то следующее. Ну вот для меня там следующим было НТВ. Вот когда они стали громить НТВ, у меня тоже бизнес, но я счёл, что я могу и должен НТВ помочь, ну или попытаться помочь. Я там дал 200 с лишним миллионов долларов на то, чтобы НТВ заплатила свои долги. Мне это потом... Действительно дали? Да, действительно дал. У меня это в уголовном деле было. Мне это в уголовном деле... Просто извините. Ну я говорю, один из 11 эпизодов это был как раз вот этот, что я дал для НТВ 200 с лишним миллионов долларов, чтобы они заплатили свои долги. Но тем не менее у меня всё равно бизнес, я всё равно остаюсь. Дальше был вопрос достаточно такой существенный, когда вот мы стали выходить на американский фондовый рынок и стал вопрос о коррупционных практиках. Закон Сорбей-Ноксли, который тогда американцы выпустили, когда руководитель предприятия должен отвечать за антикоррупционные практики внутри своей компании. Было понятно, что это невозможно сделать внутри одной компании, если в целом государственная машина этому противодействует. И тогда совет Союз промышленников и предпринимателей России, обсудив это, решил этот вопрос вынести на рассмотрение к Путину. Сначала должен был выступать Мамут, но Мамут успешно смылся. Слился с этого. А я, поскольку я был одним из тех, кто этот вопрос прорабатывал и проталкивал, я, значит, с этим вопросом выступил. Ну, последствия известны. Через месяц после этого было первое уголовное дело. И, наконец, 24 февраля. Вот я пропускаю все остальное, потому что я был в это время не в тюрьме, а вот 24 февраля очень такой понятный для меня момент. Вот в этот момент для меня все стало черно-белым. Вот просто черно-белое. Потому что и это эмоционально, это для меня, может быть, как-то для кого-то по-другому. Я, например, никогда в жизни не задумывался, что вся моя семья вышла из Украины. Ну, никогда мне не приходилось об этом задумываться. Моя семья просто покинула Украину во время революции, потому что, так сказать, прадед был достаточно богатым человеком и попал в ЧК в качестве заложника. Если помните, тогда была такая технология, брали людей в заложники и расстреливали, если там белые что-то делали. А, да-да. Никому не нравилось. Ну, вот оказался руководитель Харьковского ЧК и его работник его завода, который к нему относился с уважением, и выпустил его. Ну, сказал он, только вы уматывайте. Вот, вот. И он оказался в Москве, наверное. Да, и они умотали в большой город. Я не могу понять, как люди моего поколения, а ведь в основном люди моего поколения, судя по социологическим опросам поддерживают эту спецоперацию. А как они её поддерживают? Потому что вот у меня в голове между Харьковом и Санкт-Петербургом разницы никакой нет. Дальше возникает вопрос. А вот у меня бизнес, да, парень, когда бомбят города, вот то, что у тебя бизнес, вообще неинтересно. Ну, мне, по крайней мере, вообще неинтересно. Это другая плоскость разговора. Но ведь вы же тоже были в ситуации, когда вам юрист, я здесь встретила, я предполагаю, тот человек, который вам говорил, не надо ничего говорить сейчас, помолчите, Михаил Борисович, пожалуйста, потом скажете в мемуарах. Ну, вот в такой ситуации сейчас оказался весь, допустим, российский крупный бизнес. Вот как они могут, вот что, что бы вы делали на их месте? Ну, вот я еще раз, наверное... Давайте конкретного какого-нибудь возьмем, человека, я не знаю, кто точно, мы понимаем, что, ну, вот сказали, Мамут, с кем вам нужно было бы делать доклад, но он же точно не поддерживает, условно говоря. я не знаю, поддерживает он или не поддерживает, тут мне про Мамута сложно говорить, мне проще сказать про Михаила Фридмана, который, как я знаю, родом из Львова, и у которого родители там во Львове были до последнего, ну, может, не до последнего времени, но достаточно долгое время. я думаю, что он, конечно, не может поддерживать, ну, я так предполагаю, что он не может поддерживать то, что происходит, но одновременно он считает, что то имущество, которое у него находится в России, оно стоит того, чтобы молчать. Я так не считаю. Вас не удивило, что один человек из списка Форбс и тот из него выпавший публично четко и внятно что-то сказал, выразил свою антивоенную позицию? Путин вообще человек крайне талантливый в части работы с людьми, подбора людей, оценки людей. То есть он как раз... А при чем тут Путин? Тут каждый сам решает. Я поясню. Я считаю, что Путин за 20 лет своего царствования очень тщательно вычистил тех потенциальных или реальных участников списка Форбс, которые могли бы быть буйными. Вот они более не претенденты на это замечательное место. Вот они, так сказать, где-то в других местах обретают. А те, кто остались, это те, кого Путин считает не просто безопасными, а готовыми выполнить его поручения при необходимости. То есть те люди, которые его по тем или иным причинам боятся больше, чем собственной совести. Так что в этом смысле Путин, я считаю, что он достаточно четко менеджирует вот этот бизнес-списк окружения. И тех, кто у него вызывает ощущение не стопроцентной лояльности, он просто удаляется. А сказать, что кто-то из них за эти 20 лет не получил что-то от него, ну, знаете, это можно было бы сказать, если бы мы говорили не про Путина, а про Ельцина. То есть Ельцин мог дать, а мог не дать. А Путин может дать, а может и забрать. Вот если он не забрал, то это он уже считается, что дал. Ну, то есть другими словами вы считаете, что санкции справедливы? Я не про справедливость в данном случае, я про целесообразность. А целесообразно? Они целесообразны, конечно. Целесообразны в чем? Чем? Они же ни на что... Мы же понимаем, что если эти люди действительно находятся в настолько подчиненном положении, то они не могут повлиять на решение Путина остановить войну, а цель введения санкций убедить Путина остановить войну. Это вот то, что я регулярно здесь говорю на Западе. Я говорю, очень интересный пример, когда цель идиотская, а метод правильный. А почему цель идиотская? Цель идиотская, потому что действительно, вы совершенно правы, через этих людей остановить войну невозможно, они не оказывают влияния. Получается, метод неправильный? Нет, метод как раз, метод для этой цели неправильный, а вообще сделанные шаги. Они правильные, потому что если человек ощущает свою зависимость от Кремля настолько, что это для него важнее, чем не просто собственная совесть, это ладно, забыли про эфемерные вещи, но его бизнес за пределами России, его возможности за пределами России, его репутация за пределами России, его волнует меньше, чем то, за что его держит Владимир Путин. Вот если это так, то ты не можешь точно сказать, что ты можешь от этого человека ожидать. Что ему скажет Путин? Путин скажет, не выступай против меня, окей, не говори против войны, окей, пойди занеси деньги, я беру крайний случай, какому-нибудь политическому деятелю, который должен принять ключевое решение о предоставлении Украине вооружений. То есть взятка западному политику, чтобы он не проголосовал за... Ну, например, я говорю крайний случай. А можете привести какой-то конкретный пример или примеры, чтобы это не выглядело огульно? Ну, есть такая компания PricewaterhouseCoopers, которая подписывала ЮКС и проверяла ЮКС на протяжении целого ряда лет аудиторские отчеты. А потом, когда у них попросили отозвать эти отчеты, я должен сказать, они некоторое время сопротивлялись. но потом отозвали. А почему отозвали? Ну, они сначала говорили о том, что речь идет об угрозе их собственным сотрудникам, и действительно... Что, возможно, вполне было право. Да, такая угроза была, но это уже показывает, так сказать, как бы сказать, возможность ангажированности. Да? А дальше речь шла, насколько я, во всяком случае, для себя понял, о продолжении контрактов с Центральным банком и с некоторыми другими государственными компаниями. И люди, в общем, пошли навстречу по желаниям. Вот у меня был там последний запомнившийся мне разговор с Тиньковым, где вот даже человек, который построил миллиардный бизнес, говорит, нет, ну как, вот поделила кучка, людей, то, что строили наши отцы и деды. И когда он это говорит, он, конечно, понятно, что это такой эмоциональный, да, такой ход, но понятно, что он в этот момент озвучивает боль обычного российского человека. ну, скажем так, того российского человека, которого он, Тиньков, видит своим клиентом. И он работает на этого, на этого клиента. Я его понимаю. Вы знаете, кроме этого, я могу сказать, что огромное количество образованных людей были образованы не тому, чтобы принимать обоснованные, экономически обоснованные решения в 90-х. Ну, мы об этом говорили и говорим уже очень много раз, и мне приходится об этом говорить достаточно часто, потому что я был участником той самой приватизации. Я был тем человеком, который потом, в 2002-2003 году предлагал введение компенсационного налога, что Путин отверг теперь по понятным мне причинам. Почему, кстати? Ну, потому что Путин видел модель управления страной через коррупцию. И вот я тебе даю совершать преступление, а ты действуешь так, как я тебе говорю в тех вопросах, которые я считаю важными. Если бы вопрос приватизации был закрыт путем компенсационного налога или еще каким-то другим образом, то Путин получил бы значительное количество политически независимых от него и достаточно влиятельных фигур. Он эти фигуры убирает в том числе и путем того, что вопрос приватизации не был им закрыт. То есть все равно придется к нему возвращаться? Людей, сохранивших первоначальные тогда при приватизации возникшие капиталы, их не так много, их там по пальцам одной руки можно пересчитать. За 20 лет собственность была очень существенным образом перераспределена в сторону Путина, путинского окружения, путинской элиты. И это намного большие деньги, намного большие активы. А что с этим можно сделать? национализация по суду и последующее нормальное уже распределение в пользу всех граждан России, которые за эти 20 лет на самом деле были лишены вот этого вот имущества. А если говорить о каких-то масштабах этого, то есть вы говорите о путинской окружении, но когда вас губернатор своим каким-то родственникам позволяет или помогает что-то строить на подряде, это тоже коррупция. Конечно. Но это не Путин, но можно так сказать, этот губернатор назначен с одобрения, или он назначен напрямую, или он избран с одобрения. Вот мы сейчас в рамках нашего проекта «Центр Досье», на самом деле его основная работа, она собственно сосредоточена на вот этой вот самой путинской элите, путинскому окружению. По нашему ощущению, вот ближайшее путинское окружение это порядка ста человек, ну в пределах сотни человек, а весь вот этот вот круг путинских бенефицаров около шести тысяч человек. Это, да. А в деньгах? Ну, слушайте, наверное, проще сказать то количество сверхдоходов, которые были получены России за это время порядка четырех тире шести триллионов долларов. Долларов. Четырех тире шести триллионов долларов, из которых, по всей видимости, вот эта часть элиты от двадцати до тридцати процентов себе присвоила. То есть, мы должны говорить от полутора до двух триллионов долларов. Давайте, полтора лучше делится на сто пятьдесят. Вот, и есть сто пятьдесят миллионов условных россиян. Ну, их меньше, но... По тридцать тысяч долларов на каждую семью, да, получается, приблизительно. То есть, это примерно, наверное, я вам скажу, это, наверное, годовой ВВП на душу... Это наш один годовой ВВП всей страны. Это наш годовой То есть, год производства всей России Как вы планируете провести границу, или как бы вы советовали провести границу между честным и нечестным? Ну, это в кавычках. Насколько я понимаю, вы отделяете по признаку, грубо говоря, после Путина? Нет. Я всегда предлагаю вот в таких серьёзных вопросах, которыми является право собственности, рассматривать вопрос в рамках нормального суда. Давайте немножко такую в игру сыграем. Покупка Сибнефти была рыночной сделкой? Ещё раз. Ну, вот мы сейчас с вами слишком глубоко будем заходить, потому что мы начнём сейчас с вами говорить, в какой мере она была рыночной, какая часть её стоимости не была рыночной, так сказать, какая часть её стоимости за прошедшие, я прошу прощения, сколько, 25 лет была добавлена к этой сумме. Придётся вырошить это всё? Конечно, для этого суд и есть. Вот это и надо будет вырошить? Нет, это как раз мелочь, потому что вот там вот, где вы ищите, там лежит, вот мы когда смотрели про компенсационный налог, там лежит порядка 25-30 миллиардов долларов. то есть это вот всё до 2003 года? Нет, до 99 года. До 99 года лежит порядка 25-30 миллиардов долларов. А вот триллионы лежат после. И здесь очень понятная причина, почему, собственно говоря, не лежат после. Потому что совершенно верно, цена на энергоносители. Потому что когда у вас цена на энергоносители 14, 15, 17 долларов за баррель, и когда она у вас 140 долларов за баррель, ну, это две большие разницы. И деньги совершенно другие. То есть просто вот помножите и получите там 25-30, а здесь 250-300. Еще прикиньте по годам, да, пять лет там и 20 лет здесь. И получите те самые полтора триллиона, о которых мы говорим. Михаил Борисович, а вы себе какую-то роль отводите в этом вот описанном всем? Все-таки вы говорите, что я не политик, и вы действительно не претендуете на какие-то роли политические, но вы ведете активную по-старому пиар-компанию. сейчас общественно такую, какую-то занимаете общественно значимую позицию? То, что я хочу сделать, оно, конечно, меняется с течением времени. И у меня есть видение того, какой Россия должна быть в будущем. Я, собственно говоря, об этом пишу в этой книге. Я ее вижу как демократическую, парламентскую и реально федеративную республику. Вот больше 20 лет я говорю парламентская республика. Сейчас я добавил к этому глубокую федерацию. То есть вот там, где у членов федерации очень существенная власть. Чем себя объясняла сверхцентрализованная власть внешней угрозой. Сейчас внешняя угроза исчезает. Ну, такая реальная внешняя угроза, с которой надо бороться вооруженным путем. И вот эта сверхцентрализованная власть для самосохранения вынуждена эмулировать вот эту внешнюю угрозу. Поэтому, если мы не хотим, чтобы Россия выступала все время вот это вот в качестве жупала, то нам необходимо, чтобы федеральную власть в большей степени формировали регионы, у которых вот этой необходимости объяснять свою нужность внешней угрозой, она у них отсутствует. Вот именно поэтому нам нужна глубокая федерация. Для того, чтобы ее сбалансировать, нужно местное самоуправление. Вот эту модель я пытаюсь до людей довести. Как вы видите роль медиа в этой системе, себя в медиа? То есть, вы же создали достаточно широкую медиасеть. Вот здесь важный нюанс. Это, к слову, одна из причин, почему медиа, ключевые медиа просто подписаны моей фамилией. Потому что меня домотали наши, как-то сказать, лидеры общественного мнения в медиа, на медиа рынка. Из нас? Из наших? Да, 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 из наших. Которые говорили о том, что, ну, медиа же, они должны быть независимыми. Ну, сложно не согласиться. А я говорю, что помимо независимых медиа, нужны способы медиакоммуникации, которые доносят до людей некие конкретные точки зрения. Надо заметить, что на сегодняшний день на рынке, в том числе в Америке, гораздо больше тех меди. Эти медиа более успешны. Да, они более успешны, их больше. И даже медиа, которые как бы имеют традиционную основу в своих позициях, становятся более востребованы. Совершенно точно. И поэтому я сказал людям, которые со мной работают, я бы сказал, ребята, вот у меня такая точка зрения на мир. Заканчивайте свой независимый. Да, вот у меня такая точка зрения на мир. Я приглашаю тех журналистов, у которых такая же точка зрения. Я им не диктую, что говорить. Мы просто единомышленники. если у них другая точка зрения на мир, они могут поискать себе работу в других медиа. Как вы оцениваете вообще эффективность независимых медиа, тех, что в основном существуют за пределами России, к сожалению, в отношении борьбы с пропагандой и их способности достучаться до российской аудитории? Я бы не говорил про независимые медиа, потому что для того, чтобы медиа была независимым, совсем независимым, я даже не знаю, что должно произойти. Ну, если вы не подстраиваетесь ни под аудиторию, ни под грантодателей, ни под рекламодателей. Я называю независимыми медиа, медиа финансово независимые от власти и ее окружения. Окей, тогда это другой разговор. Медиа независимые от нынешней российской власти. Я считаю, что нам всем, нам всем пока не удается пробиться к той срединной аудитории, которой бы хотелось бы пробиться. Которая всем нужна. Вот у нас с вами есть наши приблизительно 15 миллионов человек. Это оптимистично. Я сейчас говорю не про собственную аудиторию, я говорю про 15 миллионов человек, которые нас готовы воспринимать. В целом я даже более консервативно оценивал общую аудиторию. 5-10. Ну, я же сказал, я играю в оптимиста сейчас. Я считаю, что жестко не наша аудитория, вот эти вот национал-патриоты, их тоже не так много, их может быть те же самые порядка 15 миллионов человек. Но между этим и этим полюсом еще 70 миллионов, которые на сегодняшний день на вопрос продолжать ли войну с Украиной отвечают да, а начать ли нам переговоры с Украиной тоже отвечают да. Вот до этих 70 миллионов человек мы пока не можем дотянуться. А пропаганда до них дотягивается, потому что она им пока, даже несмотря на мобилизацию, умудряется объяснить, что это не их война. Хотя после мобилизации это стало намного тяжелее. Да, гораздо хуже все. Вы знаете, люди ходят на выставку, смотрят на разбомбленные Мариуполи, говорят, что это делали ВСУ и плачут над этими фотографиями. И это вовсе не национал патриоты, обычные граждане. Окей, и это тоже. Вот до этих 70 миллионов мы добраться не смогли, и это наша общая задача, на мой взгляд. Ну, а вы не думаете, что может быть что-то... Я не знаю, кстати, может быть... Может быть что-то не так в методе, может быть недостаточно поддержки. Вы знаете, я произвела недавно, я о нем говорил уже в одном интервью, я произвела недавно нехитрые упражнения, посчитав, сколько денег примерно тратят все независимые медиа, по моему критерию, в год. Во сколько они обходятся. Ну, так, самое большое это миллионов двадцать пять долларов. В принципе, эндаумент Гарварда бы справился. Ну, то есть, я имею в виду, если вы делаете фонд, и как бы у вас есть проценты от зарабатывания денег, то этих денег бы хватило, ну, там, полмиллиарда долларов, но в данном случае в российской элите вообще нет, я имею в виду финансовый, вообще нет запроса на это. То есть, происходит аутсорс независимых медиа? Люди боятся, люди боятся, вполне понятным причинам. Мы с вами это обсуждали в предыдущей части нашей дискуссии, люди понимают, считают, что их зависимости от Путина больше, чем зависимости от их собственной совести и от их интересов, которые помимо Путина. Вы не думаете, что эффективно продвигать не только свои медиа, но и помогать другим? Я считаю, что это абсолютно необходимо. Вот на сегодняшний день мы должны воспринимать друг друга, я имею в виду, в медиа-среде, как в демократической медиа-среде, как союзники, просто потому, что сейчас речь идет о том, выживет страна или не выживет. Я имею в виду финансово. И финансово. На сегодняшний день те возможности, которые есть, они должны задействоваться. Я же про вас лично спрашиваю. А что меня лично спрашивать? Я вот сколько могу, я трачу. Так ведь вы себе... Я все-таки не Абрамович. А сколько вы, вот если за 9 лет брать эту деятельность, сколько вы потратили? Столько, сколько могу себе позволить. Михаил Борисович. Ну, не буду я для... Вы первый, кто раскрыл свое состояние. Да, я первый, кто раскрыл свое состояние. Сегодня я на войне. И рассказывать своим оппонентам, а я, говоря с вами, я все равно рассказываю своим оппонентам. Сколько у меня боеприпасов, я, естественно, не буду. Вы знаете, что журнал «Форбс» публикует, сколько у вас боеприпасов? Ну, журнал «Форбс» может публиковать все, что ему... Я просто, естественно, сходила, посмотрела. Пишут, что у вас 600 миллионов долларов через фонд. Это вообще открытая информация. «Квадрум Глобал», фонд недвижимости. Ну, они могут сколько угодно публиковать. Вы же меня спрашиваете другое. Сколько я могу себе позволить потратить на поддержку СМИ и демократических процессов? А я правильно понимаю, что это так и устроено, что есть фонд, он зарабатывает, и этого тратите? Это вообще не так. Вот вообще всё, что они пишут, «Форбс» просто в данном случае считает не то. А я не спорю. Я вот всегда, когда меня спрашивают, какое ваше состояние, я говорю, вот 500 миллионов или там 600 миллионов. Вот «Форбс» сколько пишет, вот столько оно и есть. Ну, хотя бы больше или меньше. Больше или меньше. Ну, зачем я буду это обсуждать? Вы знаете, с чего начался «Зебелл»? С того, что на сайте thebell.ru или .com была опубликована ваша фотография с рассказом про то, что вы дали мне 3 миллиона долларов на «Зебелл». Да? Да. И это ещё, по-моему, афиша написала, что Астинская на деньги Ходорковского делает... И фигурировали 3 миллиона. Не было... Вот скажите, пожалуйста, не было никаких денег. Не было, конечно, не было. Ну, что с этим поделаешь? Это, так сказать... Да, то есть ей не хватает нам оппозиционной прессе, не хватает ни денег. Я не скажу, что деньги оппозиционной прессе так легко даются. Они не легко даются, но любой качественный проект деньги находит на сегодняшний день. Это правда. и то, что мы не можем создать контент, который бы зацепил вот эти вот 70 миллионов, это либо проблема нашего таланта, либо это проблема того, что это задача нерешаемая при нынешних условиях существования. то есть вполне возможно, что это для того, чтобы эти 70 миллионов захотели задуматься посерьезнее, им холодильник, ну, или теперь, как говорят, рефрижератор, должен ногу прищемить больнее. Вы знаете, я слышала такую позицию от людей, что многие называют это инстинктом самосохранения. Зачем я буду это смотреть или это читать, если я ничего не могу сделать? Ведь расследование Навального, оно побуждает действовать, но действовать ты не можешь, потому что слишком риски высоки. Для обычного человека, не рискованного парня, ну, это трудно. То есть все, кто могли выходить, выходили. Ну, сейчас это невозможно. Я полностью с вами согласен. Я считаю, что вот это навязанная беспомощность, она, в общем, носит в определенном смысле объективный характер. И, собственно говоря, про это я и пишу, что не надо обманывать себя. Нет варианта что-то сделать на выборах. Ну, нету варианта. Эта власть в результате выборов не уйдет. Все. На этом закончилось. Это было, возможно, пять лет назад. Ну, наверное, вряд ли. Восемь лет назад. Сейчас нет. Что же мы сделали не так восемь лет назад? Я думаю, что восемь лет назад, ну, или точнее, десять лет назад, во времена Болотной, был тот момент, когда можно было пойти на Кремль, и с высокой степенью вероятности можно было мирным путем взять власть. А можно было улететь... Михаил Борисович, О ком вы говорите? О хипстерах? О хипстерах. А можно было улететь на 15 лет. Хипстеры приняли решение, что рисковать не готовы. Ну, сейчас эти хипстеры, повзрослевшие, идут на фронт и получают, в общем, заслуженный картечный шарик из хаймерсов. Да не идут хайперсов. Хипстеры все уехали в Казахстан. Ну, хипстеры как раз никуда не идут. Дай им Бог тем, которые уехали. К сожалению, к сожалению, сумели уехать не все. Как вы думаете, если бы у Венедиктова был шанс сохранить их Москвы, надо было бы сохранять? Ну, конечно. Мы же с вами это обсуждали, что я считаю, что медиа оказывают некое влияние на общественное сознание и до тех пор, пока мы можем достучаться до общественного сознания, мы должны это делать. Ему приходилось все время сдвигаться. Ну, это тонкий, тонкий элемент. Ох, тонкий. И мне всегда казалось, что ему удавалось делать так, чтобы он лично делал гадости, а Эхо Москвы делало в целом полезную работу. Вот он лично на себя брал гадости. Вот то, что он там делал с этим, с электронным голосованием, я прямо тогда его, так сказать, обругал нездешними словами. И все время ему говорю, хотя он с этим не согласен, ну, или говорит, что не согласен, а я говорю, что... То есть даже это, может, было бы, электронное голосование, можно было бы простить, если бы удавалось этой ценой сохранить Эхо Москвы. Да. Да. Я считаю, что, так сказать, на электронное, на существование электронного голосования Венедиктов не оказывал никакого влияния. Электронное оно было. Не электронное, бумажное, абсолютно по барабану. А Эхо Москвы, это был существенный фактор. Ну, вот, моя позиция была, что надо сохранять любой, любой личностной ценой. Личностной. Понятно, что не любой ценой, если бы заставили... То есть медиа оставлять чистым, а самому там бледовать. А самому хоть в унитаз нырей. Итак, Блиц. Быстро, дешево, хорошо? Можно выбрать два из трех. Быстро и хорошо, да, дешево, это не важно. Юность или мудрость? Эх, конечно, юность. Юность. Конечно, юность. Свобода или справедливость? Свобода. Что должно случиться, чтобы вы вернулись в Россию? Вероятность того, что режим упадет в результате этого, должна быть больше, чем вероятность того, что я в результате этого окажусь в тюряге. То есть, даже если вероятность, что вы окажетесь в тюряге, есть, но 60 на 40? Да. Пока. Пока. Я вам же говорил, что с возрастом ситуация меняется. Вы становитесь более умеренным? Ну, я просто реально оцениваю свое влияние как уменьшающееся. Есть ли кто-то из великих личностей прошлого и настоящего, с кем бы вы хотели поговорить? Я поговорил со всеми великими личностями прошлого, с которыми бы я хотел поговорить. Пока были в тюрьме? Нет, почему? У меня таких людей было не так много. Я хотел поговорить со старшим Бушем, я с ним поговорил. Вы поговорили со старшим Бушем? я хотел поговорить с Тэтчером, я поговорил. О чем вы говорили с Тэтчером? Я хотел поговорить с Биллом Гейтсом, я поговорил. Но с Биллом Гейтсом проще, наверное, чем с Тэтчером или с Бушем старшим? Да нет, ну так, и с ними, так сказать, все очень приятные люди. Вы содержательно с ними говорили или просто давай селфи сделаем? Нет, ну я селфи ни с кем не делал. Я не могу сказать, что мне удалось долго поговорить, но со старшим Бушем я достаточно долго все-таки говорил. с Тэтчером покороче, но только, конечно, по сути мне было, она для меня была всегда таким идолом, как руководитель правительства, и мне было интересно, вот насколько на нее оказывало влияние происходящее, как на нее общество в связи с этим смотрело, и насколько она как она рассчитывала то, что она будет делать. И я не интервьюер, поэтому я не получал тех ответов, которые бы я мог процитировать вам. Я получал ощущение от человека, насколько человек сам это ощущает. Какое ощущение от Тэтчера? Ну, я не расчаровался. Я не расчаровался. Она действительно железная. Матриархат или патриархат в связи с этим? Ну, конечно, матриархат. Ну, даже обсуждать нечего. Я всегда привык, что женщины главнее. Где? Ну, не в Юкосе. Ну, как это? И не в ваших медиа. Это вынуждено, как не в моих медиа. Хотя, да, у вас много редакторов женщин. Вот. В семье. Так, говорит, вообще. А в Юксе, ну, просто женщины не очень любили работать в нефтяных компаниях. Ну, да. Но вы знаете, то, что так много женщин на этом уровне, и они не доходили до верха, это не означает, что это стеклянный потолок. Вы знаете... Не было механизмов продвижения на высшее офисе. Здесь, на мой взгляд, вот, по моему опыту, огромное количество женщин принимает вполне себе осмысленное решение об уходе в семью, когда рождаются дети. Вот я сталкивался с очень серьёзными бойцами, вот просто реально серьёзными бойцами, которые про себя знали, что они могут сделать многие миллионы. И люди принимали для себя вот осмысленное решение, нет, мы остаёмся. Сейчас во многом вот это вот... Сейчас ситуация немного стала меняться. Чалт-фри, опять же, эта самая история развивается. сейчас ситуация несколько меняется, но в то время, когда я был, это было так. И когда человек уходил вот в таком достаточно активном возрасте на три года, ну, уходил не в смысле совсем уходил с работы, но там 70% своего времени или своей головы начинал давать детям, то потом очень тяжело было догнать. Вот поэтому я видел огромное количество людей, которые до тридцатника, ну, там, до 28-ми они шли наравне с мужчинами, а потом проваливались. Это было вот... Онлайн меняет? Ну, это сейчас меняется. Я же говорю, что сейчас ситуация стала меняться. И, конечно, ну, сейчас возможности... Конечно, сейчас ситуация... Разгружать время и отношения общества, перераспределение нагрузки, это всё работает. Там вопрос даже не в нагрузке. Там вопрос не в нагрузке, вопрос в том, о чём у человека занята голова. Вот если у него голова занята работой меньше, чем на 100%, он начинает проигрывать. Именно поэтому, например, после 40 становится намного тяжелее играть, что называется, в спорт высших достижений. Потому что у тебя появляется много аспектов в твоей жизни, над которыми ты тоже должен думать. Да, мне социологи назвали, мне очень понравилось это название, возраст ответственности за два поколения. Да, да, это же самое стрессовое время с 40 до 50. Абсолютно. Потому что дети еще маленькие, а родители уже тоже маленькие. Москва или Лондон? Извините за этот вопрос. Ну, конечно, Москва. Ну, слушайте, где родился, там пригодился. Правда? Угу. То есть вы не космополит? Ну, нет, конечно. Потому что космополит, он чувствует органично себя в других... Я себя органично чувствую. Вот вы знаете, но я не космополит. Я себя органично чувствую в Лондоне, я себя органично чувствую практически в любом месте на земном шаре, и мне ничего не надо. И я... Мне совершенно не важно, что я не могу говорить по-японски, я найду общий язык. Вот когда я был в Токио, у меня вообще не было никаких проблем. Язык тела, так сказать, в общем, люди, если люди хотят понять друг друга, они находят возможность. Но при этом, если говорить, где я себя чувствую дома, то, конечно, в Москве. Какую книгу должен прочитать каждый? Каждый зритель «Жусских норм»? Ну, мне, конечно, бы хотелось сказать, что, как убить дракона? Вот. Но, возможно, это будет и какая-нибудь другая книга. Мне, например, для меня была сильно ломающим моё представление о мире книга «Трудно быть Богом». Я вообще Стругацких обожаю, но для меня «Трудно быть Богом» это была очень такая существенная вещь. А когда она сломала вам мира? Я её первый раз прочитал в детстве, но тогда она не оказалась... Ну, интересно была такая классная книжка. Но о чём, наверное, непонятно. не до конца понятно. А вот ближе к 35-ти... То есть уже пал Советский Союз, уже приватизация шла полным ходом. Да уже я юг саморководил. Глубоко. Да. Вот ближе к 35-ти я понял, что нельзя быть... Нельзя навязывать своё представление о счастье. оно разное у людей. Вот у одного одно, у другого другое. И когда... И если ты это вот начинаешь подламывать под себя, то заканчивается это плохо. Вот. И надо понять, если ты хочешь, чтобы... Если ты хочешь реально помочь по тем или иным причинам... я не всегда хочу помочь людям. Но если ты хочешь помочь людям, должен понять, что для них является счастьем. И помочь им может быть не прямо сделать то, что они хотят, но двинуться в том направлении, которое для них является счастьем. Даже если для вас это неправильное счастье? Даже если это для меня кажется неправильным. Потому что на самом деле на самом деле в вопросе счастья нет правильного и неправильного. Оно вот такое, как оно есть. Знаете, как в вопросе семейной жизни. Нет плохих взаимоотношений между супругами. Они либо есть, либо их нет. Вот если они есть, то всё, что подстраивается... вот так оно и хорошо. Вот такие взаимоотношения и так хорошо. Другие тоже хорошо. А для вас что счастье? Ну, я человек амбициозный. Для меня счастье, когда вот те идеи, которые у меня есть, когда они начинают овладевать людьми. Массами. Так. Вот это для меня вот это для меня счастье. Я не сказал массами. Я специально не сказал массами, потому что это касается и семьи. То есть я что-то говорю, со мной мои дети, например, не соглашаются. Потом проходит какое-то время, и я смотрю, вот они ближе, ближе, ближе к тому, что мне кажется правильно. Вот, я думаю, хорошо. То есть вы инфлюенсер. Ну да, я вот внутри видимо, да, да, так сказать. Ну если нет, то приходится, ну нет. А у вас снят очень хороший документальный фильм, на мой взгляд, Citizen K. Вам, кстати, как? Я ужасно не люблю смотреть про себя. А, себя смотреть? Да, это просто... Вы не смотрите, да, свои интервью? смотрю, заставляю себя, потому что, ну, мне ж надо отсматривать, но это вот прямо никакого удовольствия не доставляет. Если бы снимали художественный фильм, то кто бы играл главную роль и кто был бы режиссером? Вот какой-нибудь Бондарчук. Бондарчук? Да, да. Младший или старший? Старший, старший. Старший. А кто бы играл? Вот он же. То есть это вы Пьер Безухов такой? Ну, нет, Пьер Безухов это у него, так сказать, одна из... Меня точно запомнилась. Одна из его воплощений. Но у него, например, такой фильм был, он сам-то не так по-разному, но он там прямо замечательный. Они сражались за родину, если помните. Это смутно, я помню этот фильм. Я смотрел, но... Ну, в общем, такой вот пахарь войны. Так получилось, что жизнь, она... Хотелось-то звезды зажигать, а получилось по жизни, что пахарь войны. Нет, но звезды вы тоже зажигали. Ну... Все-таки. Ну, что в какой-то момент. Но если вот так вот взять, просто я думаю, что для большинства людей вы более-менее, ну, как бы, вот был человек на вершине, и потом вот такая драма. Ну, это действительно драма, то есть... Ну, просто я помню, чего стоило вот это открытие акционеров. Это был наш маленький корпоративный мир, но это было грандиозное событие. Вот вы представляете, а для меня вообще никакого значения не имеешь. Оно просто подало пример, и если бы это... Ну, понимаете, да? То есть... Вот интересное восприятие, да? А вот для меня, наверное, самым драматическим моментом в моей жизни, вот, если и с корпоративной жизни, было, когда в 98-м году я был вынужден уговаривать людей проголосовать за снижение зарплаты. Вот 700 человек в зале, представителей трудовых коллективов, и им после разговора со мной надо ехать к себе в трудовые коллективы и уговаривать людей, чтобы они тоже согласовали. А что вы чувствовали? Что все, за мной пропасть. Вот за мной просто, ну, как бы, ну, пропасть или стена, неважно, отступать некуда. Вот если бы я не был внутри себя уверен, что отступать некуда, я бы не сумел до людей донести. А когда они согласились, и потом я видел, что после этого было, это было огромное чувство благодарности. И вот то изменение, которое во мне произошло, ведь я ведь все вот эти вот проекты там, открытая Россия, еще та открытая Россия. Вот эти вот все Сибентеки и так далее. Я ведь после этого начал. Вас это изменило отношение к... Это радикально просто изменило ощущение ответственности перед людьми. То есть до этого для меня бизнес был скорее игрой. Вот кредит доверия, который они вам дали? Да. Если бы вы могли изменить что-то одно в людях, то что? Ключевой вопрос для меня на сегодняшний день это объяснить людям, что... Вот помните, вы меня спросили свобода или справедливость? Я сказал свобода, потому что свобода для меня это еще и милосердие. Это возможность выбрать. Я могу простить. вот я бы, если бы мне что-то удалось изменить в россиянах, вот если бы мне сказали, вот что ты хочешь в них изменить, вот это вот чувство милосердия, мне бы хотелось, чтобы оно стало сильным внутри. Самое главное, пожалуй, на сегодняшний день. Потому что вот когда это все закончится, а людям захочется мстить. Одним мстить, другим мстить, третьим мстить, между собой разбираться. Вот если люди на это поддадутся, то будущее России печально. А вы бы простили своего главного врага? На сегодняшний день я могу сказать что я не знаю, сумел бы я его простить, но я бы сумел бы согласиться с тем, что он не должен понести наказание, если это нужно для чего-то большего. Это не совсем то. А я согласен, что это... Это избежать наказания. Не избежать. Не избежать. Вот есть Сечин Игорь Иванович. Его можно вздернуть на фонаре. Но при этом мы понимаем, что если его вздернуть на фонаре, то в России начнется гражданская война. И еще десятки таких фонарей будут. на ней будут совершенно разные люди. Что поделать? Я не могу сказать, что я его простил, но я признал, что он может обойтись без фонаря. Я имею в виду в переносном смысле не обязательно фонаря, собственно говоря, как фонаря, имеется в виду в том числе и тюрьмы. Можно ли его амнистировать? Но если это нужно для того, чтобы не началась свалка, я лично буду с этим согласен. А вот простить можете? А это сложный вопрос. Пока до этого момента не дойдешь, не скажешь. Спасибо вам за это интервью. Спасибо.